Всем добрый день! Давайте начинать. Располагайтесь удобно. Нам, как всегда, понадобится какое-то возвышение под таз, подушка или одеяло. И желательно, если у вас есть, приготовить дополнительное возвышение, которое вы сможете использовать в положении лежа на боку. То есть, например, если у вас есть одна подушка под тазом, можно еще одну подушечку приготовить, мы ее будем класть между ног в положении лежа на боку. Это может быть сложенный плед, одеяло сложенное в несколько раз, может быть, подушка для беременных или даже какая-то объемная мягкая игрушка. Все что угодно можно использовать. То, что даст небольшое расстояние между бедрами, когда мы будем с вами ложиться на бок. И давайте начинать. Устраивайтесь, готовьтесь. Расположитесь так, чтобы вы могли сесть с прямой спиной. И желательно сразу вот что-то положить уже сейчас под таз. Небольшую подушку, небольшое одеяло сложенное для того, чтобы вам легче было почувствовать, что бедра распадаются вниз. Потому что, когда мы сидим плоско, вот прямо на полу, очень часто колени поднимаются и приходится напрягать живот, чтобы не позволить себе упасть назад. Поэтому садитесь на какое-то возвышение, можно достать ягодицы руками назад. Сделайте пару вращений плечами и уведите лопатки и плечи вниз к тазу, расположите руки на бедрах и прикройте глаза. Если неудобно со скрещенными ногами, любой вариант положения сидя, даже просто сидя на стуле тоже подойдет. Или вы можете вытянуть одну ногу в сторону, опереться на что-то, на диван или на стену спиной. Настраиваемся на практику. Почувствуйте тяжелыми руки. Расслабьте ладони и пальцы рук. Сделайте несколько спокойных, ровных дыханий. Пронаблюдайте ощущения на слизистый нос от касания строя воздуха, на вдохе и на выдохе. С каждым выдохом расслабляя все больше плечи, шею, расслабляйте лицо. Представьте, что кто-то положил на плечи тяжелые теплые ладони, тяжелые руки. И под этой тяжестью вы позволяете плечам опускаться все ниже и ниже, макушкой вытягиваясь в потолок. Почувствуйте, как дышит спина, грудная клетка, пространство живота. Положите одну ладонь на грудь, вторую на живот. И сделайте несколько дыханий, осознавая движение под ладонями. Позвольте вдоху расправлять пространство тела изнутри. И, возможно, вы заметите, что дыхание становится менее частым, может быть менее заметным, но в то же время довольно редким. Удлиняется вдох и удлиняется выдох. И опускаем руки на бедра, ладони наверх. Голову опускаем на грудь. Очень мягко покачиваем головой с одной стороны в сторону по небольшой амплитуде. Даже не доводя голову до плеча. Может быть амплитуда градусов 45. И вслед за головой немножко покачайте грудную клетку. Ваши плечи как лодочка переваливаются одно, другое. Расслабляйте все больше мышцы спины. И позвольте весу головы растягивать спину прямо из крестца. Останавливаемся, поднимаем голову, делаем вдох и за руками вытягиваемся вверх. Через стороны руки опускаем вниз, выдох. Еще раз вдох за руками вверх. И через стороны вниз, руки выдох. И еще раз третий вдох. Протяжение вниз, выдох. Снова кладем руки тыльными сторонами на бедра, голову на грудь. И снова покачиваем головой. Немножко покачиваем все в грудной клетке. Растягиваем, расслабляем мышцы спины. Небольшое покачивание головы, очень расслабленное. И снова поднимаем голову, вдох за руками вверх. Захватываем ладонями локти и тянемся в потолок. Попеременно то правым, то левым локтем. Стараемся раздвинуть ребра и грудную клетку немножко приподнять над тазом. Удлиняете бока, удлиняете поясницу. И снова отпускаем тыльные стороны кистей на бедра, голову на грудь. И головой катаемся по груди, уже по большой амплитуде от плеча к плечу. Переваливаем голову по груди. Она очень тяжелая и ощущение, что она вас тянет фактически от таза. Мышцы оттягиваются, растягиваются до таза. Вы можете чуть больше создавать движение, переваливая голову за плечо назад. Не в полный круг, а чуть больше, чем полукруг амплитуда. Почувствуйте, как сам ритм успокаивает вас, расслабляет все тело. Также можно добавить небольшое движение корпуса, пораскачивать грудной клеткой. Вверх поднимаем голову, еще раз за руками вдох вверх. Потягиваемся то правой, то левой рукой в потолок. И складываем руки перед собой в замок. Захватите ладонями локти. Делаем такие движения. Вы тянетесь локтями вперед и чуть-чуть вверх. Такие загребающие движения с небольшим скруглением спины. И вы через локти оттягиваете лопатки от позвоночника. И постепенно в этом движении начинаете руки поднимать вверх. То есть амплитуда все больше и больше. И в какой-то момент просто заведите эту рамку рук вверх над головой. Может быть немножко за голову. Делаем небольшие скручивания. Не очень амплитудные. Как будто хотим дополнительно удлиниться в пояснице. И если комфортно, добавьте небольшое вытяжение за локтем вверх. То есть скрутка плюс локоть. Скрутка плюс локоть. Небольшое по амплитуде движение. Не стремитесь в максимальную амплитуду. И переплетаем на затылке пальцы рук. Опускаем снова голову на грудь. И на этот раз локти опускаем. Смотреть вниз. Оставьте вес рук на голове. Растягиваем сзади шею. Опускаем руки на бедра. Поднимаем голову. Делаем несколько вращений назад плечами. Довольно объемное движение. Почувствуйте движение лопаток. Плечевые суставы. И опустите плечи лопатки вниз. Голову с плеча на плечо. Растягиваем шею по бокам. Старайтесь тянуться верхним ухом в диагональ потолок и в сторону. И с очередным движением на правое плечо оставьте голову на правом плече. Покачиваем головой вперед-назад через правое плечо. И перекатываем голову с очередным движением вперед на грудь. И поворачиваем вниз лицо. Почувствуйте натяжение по левой трапеции от черепа до левого плечевого сустава и лопатки. И на затылок кладем правую ладонь. Именно на затылок, не на макушку, а прямо вот ближе к шее. И весом руки утяжеляете голову, оттягиваете голову от левой лопатки. Опускаем вниз руку и голову перекатываем через правое плечо назад. А ладони кладем под левой ключицей. Две ладони, кисть на кисть, под левую ключицу. Под левой ключицей все тянем немного вниз. А головой продолжаем тянуться назад и вправо. Отпускаем руки, аккуратно голову через центр. Переводим на левое плечо. Утяжеляем голову на левом плече, покачиваем вперед-назад. Голову переваливаем на грудь, поворачиваем лицо вниз. Затылок смотрит в потолок, кладем на затылок. Левую ладонь весом руки утяжеляем голову. Опускаем руку, голову переводим за левое плечо назад. Ладони кладем под правую ключицу. Тянем под ключицей все вниз, а головой тянемся назад и влево. Возвращаем голову в центр, руки вверх, вдох. Боковой наклон, выдох. Сразу же меняем, рука вверх, вдох. И боковой наклон, выдох. Делаем несколько движений в динамике. Растягиваем волк, помогайте себе дыханием. И верхняя рука активная. Она не просто согнутая и болтается, как веревка. Она очень активная, она тянет вас из таза. И останьтесь очередным движением в боковом наклоне. Убедитесь, что плечи не подпекают уши. Опустите плечи вниз к тазу. Сделайте глубокий вдох в ребра. Максимально раскрываемся по верхнему боку. И с выдохом тянемся рукой. Аккуратно возвращаемся в центр. Не сразу меняем на другую сторону. Дайте мышцам успокоиться вернуться. Чуть-чуть покачайте таз вперед-назад. Опрокидываем таз назад и возвращаем. Опрокидываем назад и возвращаем. Другая рука. Вытягиваемся вверх со вдохом. Боковой наклон. Выдох. Толкните изнутри вдохом ребра в стороны. И с выдохом тянемся. Возвращаемся в центр. Покачайте таз вперед-назад. Покачайте таз по кругу. Расслабьте тазобедренные суставы, пространство крестца. Очень мягкое движение. Не в самую большую амплитуду уходим. Как будто вы практически ничего не делаете позвоночником. Только катайте таз. И весь остальной позвоночник просто подхватывает это движение. Давайте в другую сторону. Мягкое, плавное вращение. Не очень амплитудное. Расслабляйте промежность, крестец. Завершаем и вытягиваем вперед ноги. Упираемся руками сзади. Постучите коленками по полу. Услабляем мышцы лёда. Прикроношные мышцы. Несколько раз натягиваем стопы к себе и от себя. Немного может тоже кататься таз вперед-назад. Стопами по кругу. Слегка присгибая колени. Почувствуйте движение в тазобедренных суставах. И в другую сторону несколько вращений. Поболтайте тазом из стороны в сторону. Расслабьте ноги. Позвольте им свободно болтыхаться. Расслабьте поясницу. И поочередно сгибаем ноги. Отводим наружу бедра. Выдох. Вдох. Ногу выпрямляем. Другая нога наружу. Выдох. Сзади упираемся обязательно руками в пол или в одеяло. Не спешим. Постарайтесь удлинять выдох по сравнению с вдохом. Завершаем. Ставим стопы шире тазом. И довольно близко к ягодицам. Постановка ног широкая. Руки сзади. Так, чтобы вы чувствовали, что грудная клетка не проваливается. Вы не падаете спиной назад. Но и не нужно толкать ребра в прогиб. Ощущение очень такой просторной поясницы и просторного корпуса. С выдохом опускаем бедра к полу. Смотрим в противоположную сторону. На вдохе возвращаемся. И с выдохом. Другая сторона. Делаем на несколько раз каждую сторону. С отдохом в центр. И с выдохом опускаемся. Завершаем. И переходим в кошку. Кошке желательно положить под колени одеяло. Или что-то мягкое. Если вы на ковре занимаетесь. На обычном. Можно даже ничего не подкладывать. Но главное, чтобы колени было мягко. Когда вы вышли в кошку. Поставьте стопы шире таза. Если вы очень близко ставились. Скорее всего сейчас будет неудобно. Может быть не максимально широко. Но шире таза. И руки чуть-чуть уводим вперед из-под плеч. Так, чтобы не строго была перпендикулярная линия. И прямой угол по лучезапястному суставу. Чуть-чуть вперед. Такая более широкая. Более объемная опора. Большая площадь опоры. И просто попереваливайте таз. С бедра на бедро. Порисуйте какие-то приятные фигуры. Восьмерки. Какие-то вращения. Можете повесить голову вниз. Между рук полностью шею расслабить. И когда вы переваливаетесь тазом. Почувствуйте пространство в пояснице. Расправьте бока. Расправьте, расслабьте крестец. Расслабьте паховые складки. Возможно вы почувствуете, что движение хочется делать более объемным. Может быть каким-то более интересным. В разных плоскостях. Опускаемся на локти. И на локтях тоже продолжите это движение. Немножко меньше станет амплитуда. Из-за того, что у нас опора поменялась. Но, тем не менее, поищите возможность подвигаться тазом. Создавая, подвигая тазом. Создавая пространство в спине. Зул в животе. И найдите оптимальное для себя положение. Так, чтобы вы могли расположить голову на руках. Можно скрестить запястье. Или поставить кулак на кулак. Или положить какую-то подушку. Или кирпич под лоб. И в пояснице должно появиться ощущение пространства. То есть, ее не нужно округлять. Сближая лобок и грудину. Но и не нужно создавать гиперлордоз. Когда очень сильно поясница проваливается внутрь. Почувствуйте такой легкий лордоз. Очень нейтральное вытяжение. Как будто у вас равномерно. Вот из тазобедренных суставов грудную клетку. Как такая вот просторная труба. И это создаст ощущение подтянутого живота. То есть, живот не вывалился вниз. Он как бы слегка подхватился. И поясница тоже расправилась. Останьтесь в этом положении. У вас может появиться ощущение, что живот не до конца расслаблен. И это нормально. Живот немножко как бы придерживает. Предостерегает поясницу от того, чтобы провалиться внутрь. Расслабьте шею. Промежность. И подышите всей спиной. Почувствуйте, как спина легко, свободно пропускает вдох. С выдохом вы расслабляетесь. Визуально поза никак особо не меняется. Вы просто дышите в спину. Убираем опору из-под головы, если вы ее использовали. И оставаясь на локтях, будем тянуться в динамике. Рукой вперед, а тазом назад. Можно с отдохом, можно с выдохом. Рука пошла вперед, немножко назад таз, подмышка к полу. И меняем. Рука вперед, таз назад, подмышка к полу. Делаем несколько раз на каждую сторону. Опять же, не нужно склониться в максимум. Скорее, большее ощущение, что вы создаете внутри тела пространство. И тянетесь равномерно через бок, через живот, через спину. И с очередным вытяжением зафиксируйте эту позу. Положите лоб на предплечье согнутой руки. И на несколько дыханий просто останьтесь здесь. Подышите, вытягивая бок, расправьте его, расширьте ребра, разведите ребра как можно дальше друг от друга. Может быть, вы захотите сделать небольшие движения тазом для того, чтобы еще больше вытянуть бок, ребра, живот и поясницу. Давайте поменяем руку одну вперед, вытягиваем второй подлог. Дышим, вытягиваем бок, удлиняем его. Может быть, добавляем небольшие-небольшие движения тазом едва заметно. Возвращаемся и поднимаемся на прямые руки. Бросьте вниз голову, помакайте головой. Расслабьте шею. По-прежнему оставляем колени шире таза и делаем мягкие, неглубокие волны спиной. Вы скругляетесь, чуть-чуть тазом идете назад и проныриваете грудью вперед. Не в полную амплитуду, когда таз опускается и локти опускаются и потом мы выныриваем, а такое маленькое движение, просто расправляя спину. Назад идет таз и вперед вас тянет грудная клетка. И постепенно попробуйте увеличить амплитуду с каждым движением назад, таз чуть-чуть ближе к пяткам. В какой-то момент, возможно, таз начнет касаться пяток. Вы можете полностью с очередным движением опустить таз на пятки, остаться на предплечьях и немножко покачаетесь из стороны в сторону. Обязательно живот между бедер, мы заранее поставили колени шире таза. И снова возвращаемся в кошку. Сейчас нужно поставить колени поуже, посадить таз на пятки, сядьте вертикально, делаем вдох. За руками вытягиваемся вверх, выдох. Руки опадают на бедра и тыльные стороны кистей кладем на бедра для того, чтобы вот в этом движении скомпенсировать давление на звучи запястный сустав. Если устала шея, опустите вниз на грудь голову. И здесь также сделайте несколько дыханий в спину. Хорошо, возвращаемся снова в кошку. В кошке снова поставьте колени немного шире, чем таз. Мы будем делать с вами такое движение в динамике. Руки будут на месте, то есть вы в движении тазом и ног уже руки не смещаете. Возможно, вы захотите их поправить, в более удобное положение поставить, но они остаются на месте. Вы тянетесь тазом к пятке, а вторую ногу немножко отводите наружу. Возвращаемся. Сейчас покажу вот в этой плоскости. Тазом к пятке, нога наружу. Приставляем колено. Таз к пятке, нога наружу. Делаем в своем ритме дыхание комфортно несколько раз. Можно сочетать с дыханием, можно делать на вдох, можно на выдох, можно с небольшой задержкой в конечной точке позы. Движение очень такое мягкое. Вы потянулись, у вас руки остались на месте, бедро раскрылось и вытянулся бок. Постарайтесь не спешить, прочувствуйте движение. Может быть оно будет совсем маленьким. Может быть не захочется опускаться глубоко назад или сильно отводить ногу. Завершаем. И снова покачайте таз со стороны в сторону. Расслабьте шею. Поделайте любые приятные движения разом. Опускаемся на локти. Сверху на руки кладем голову или кладем голову на опору, которая у вас была. Оставьте пространство в пояснице и в животе равномерно удлиненным, расправленным. Так, чтобы не было чрезмерного провала в пояснице. И снова может появиться ощущение, что живот в легком тонусе и это неплохо. Останьтесь в этом положении. Переносим внимание в область промежности. И расслабляя промежность, позвольте вдохом и выдохом как будто бы проходить сквозь тазовое дно. Вдыхаете между себя личными костями и выдыхаете между ними. Как будто каждый выдох отпускаете под копчик. Возможно вам захочется более глубоко вдыхать, делать более длинный выдох. Второе. 2 3 7 5 0 5 6 6 6 0 7 Убираем опору из-под головы, если использовали, и снова Поднимаемся в кошку, встаем колени и стопы шире таза Будем делать с вами несколько движений В динамике я сейчас покажу Мы будем с вами переходить из собаки мордой вниз Вот в эти волны в кошке В собаке мордой вниз очень важно заходить на согнутых ногах И стремиться не к вытяжению ног, а к вытяжению спины Движение вы начинаете отправляя таз больше назад, нежели вверх То есть мы не сразу хотим таз поднять и ноги выпрямить Мы хотим пойти тазом назад к пяткам И через вытяжение поясницы почувствовать пространство в спине В этом случае вам будет неважно, насколько у вас выпрямились ноги Давайте сейчас попробуем сделать это движение Поставьте колени и стопы шире таза, подверните пальцы И потянитесь тазом назад И только в конце отправьте его вверх И затем покачайте тазом из стороны в сторону Опустите голову между рук Позвольте ей свисать, плечи от ушей И больше думайте про вытяжение спины, боков и поясницы Если захочется, чуть больше потяните поочередно пятки к полу И опускаемся на колени Делаем несколько волн в кошке Круглая спина, немножко назад Вдох с прямой спины Выныриваем вперед Небольшая амплитуда Выдох Круглая спина, вдох Остаемся в нейтральном поясничном прогибе Подворачиваем пальцы и ног И толкаем таз назад, собака мордой вниз Покачайте тазом Потянитесь пятками к полу Расслабьте шею Живот стремится к бедрам и между ними Мы не скругляем поясницу За счет того, что вы выпрямили ноги Вы можете поясницу скруглить Поэтому старайтесь поясницу оставлять просторной А колени присогнутыми И опускаемся вниз Еще раз волна, круглая спина Немного назад, вдох Вперед Еще раз собака мордой вниз Таз назад и вверх Покачайте тазом Расслабьте шею И опускаемся вниз Снова голова на руки или на кирпич На подушку, на опору Расслабьтесь Отдыхаем Делаем несколько глубоких вдохов в спину И в этом положении Также слегка поводите тазом И с стороны в сторону Не очень большая амплитуда Из-за того, что мы на локтях Голова сверху Но нам большая амплитуда и не нужна Такие скорее маленькие движения Микро покачивания Которые гораздо более эффективно Будут расслаблять ваш таз и спину Опускаем таз на пятки Корпус сажаем вертикально Тыльные стороны кистей на бедра Голова вниз По-прежнему в высшем спину И шея расслаблена Переплетаем пальцы рук Вы можете поднять голову Сделайте несколько вот таких движений По восьмерке Расслабляя запястье В одну сторону В другую сторону Стряхните кисти И несколько раз сжимаем И разжимаем кулаки Можно покрутить кистями Мы поработаем с вами в скрутках Для этого нам нужно будет лечь на пол На бок Я сейчас покажу Что мы будем делать Пожалуйста Посмотрите сначала И потом вы ляжете В процессе можете пока смотреть И подумать Как вам расположиться Обязательно что нужно сделать Положить что-то под голову Поскольку мы будем на боку И что-то положить между ног Если живот уже довольно большой Или даже если он небольшой Но хочется под живот Можно положить тоненькую подушечку Или даже просто в какую-то одежду Та, которая рядом есть Положить под живот Чтобы сильно живот не перетягивало вниз Мы с вами ляжем Если у вас есть болстер Для йоги вообще идеально Его можно использовать Или подушка для беременных Мы ляжем с вами на бок И нам понадобится пространство Примерно для движения руки Убедитесь, что сзади, спереди Со стороны макушки ничего нет И положение ног Здесь может быть либо Вот такое Когда у вас две ноги согнуты И между ними лежит ваша подушка Или вот что вы приготовили На мой взгляд Более устойчивым является Вот такое положение Когда нога сверху на опоре Вторая нога вытянута Но вы сами можете в процессе Поменять позу Поменять положение ног Может быть даже в таком положении Повыше Опора повыше Идеально, если еще и легла больно То есть какая-то большая диванная подушка Что мы здесь будем делать с вами? Давайте я сначала покажу Потом мы сделаем Чтобы вам не приходилось Все время смотреть в экран Сначала мы положим одну руку перпендикулярно И будем вот таким образом Динамики несколько раз тянуться Вперед и назад Обратите внимание И они делают движения жесткой прямой рукой То есть я работаю не вот такой палкой Увеличивая длину рычага А я очень мягко, расслабленно проволакиваю руку вперед И потом также я ее проволакиваю Прямо пальцами по себе назад Амплитуда движения любая То есть вы не обязательно должны до конца руку положить Вы можете остаться где-то вот, например, здесь В этом положении Все, финальная точка Это у вас присоединяя рука Или вы немножко ее дораскрыли После этого мы будем рукой себя так вот раскрывать Вы будете проворачивать руку Прокатывать, вернее, руку Проволакивать, как сказать Так вокруг себя То есть здесь мы добавим и вытяжение И скручивание Вот таким образом Давайте сейчас ляжем Вы положите обязательно что-то под голову И у вас останется в этом случае шея длинной, просторной Если у вас ничего нет под головой Голова просто завалится Если совсем нечего положить Можно положить свою руку Здесь, когда вы просто проскальзываете рукой по полу И начинаем движение Очень расслабленное Слегка вперед То есть рука выходит за вторую кисть Буквально на полу корпуса И мягко назад Амплитуда та, которую вам позволяет ваше тело Не стремитесь в максимальную скрутку Очень расслабленно вперед Очень расслабленно назад Не обязательно здесь тоже как-то идеально сочетать с дыханием Вы можете задерживаться в крайней нижней точке Можете делать медленнее Самое главное не очень быстро Не уходить в такой напрягающий фитнес режим Скорее через ощущение расслабления Пространства, которое вы создаете внутри тела Верхняя рука очень мало активна Не жесткая палка А скорее такая прослабленная веревка И расслабляйте спину Если хочется в крайней нижней точке Когда вы скрутились Вы можете остаться В случае, если вы остались в скрутке И вам не здорово и хорошо Если вы держите и напрягаетесь И пытаетесь это положение зафиксировать И оно от вас ускользает Скорее всего лучше продолжить в динамике Остаемся в скрутке Только если она очень расслабленная И вам не приходится напрягаться Чтобы ее фиксировать Возвращаемся И несколько движений Мы прокатываем руку вокруг себя Вот эту нижнюю руку можно убрать Согнуть в локти И вы прокатываетесь рукой Очень такая тоже мягкая Тяжелая И ощущение, что рука вас зовет из таза Она растет даже не из плечевого сустава Она растет из козобедренного сустава Скрутка плюс вытяжение И потихонечку завершаем Останьтесь на этом боку Можно более удобно положить руки Прикройте глаза И представьте, как весь вес вашего тела Сливается в нижнюю половину Если вы лежите на правом боку То в правую половину Если на левом, то в левую Становится очень тяжелым Нижняя рука и нога Нижняя половина таза И грудной клетки Голову А верхняя половина очень пустая Легкая И вы чувствуете, как вес тела Расслабляет всю нижнюю половину Делаем здесь еще несколько дыханий Затем вы переворачиваетесь на другой бок Можно просто перевернуться через спину Спиной к экрану Либо как-то вокруг живота Так, чтобы вам было удобно Кто-то через кошку переворачивается Подумайте, как вы можете это сделать С минимальной энергопотери И давайте ляжем на другой бок Вы также отстраиваете корпус Ложимся так, чтобы между бедрами было расстояние Подкладываем подушку Убедитесь, что удобно лежит голова Ваша шея вытянута Положите одну руку в перпендикулярный тел И переходим к скручиваниям Потянитесь рукой вперед И раскрываемся скрутка Сочетайте со своим дыханием Быстрее или медленнее Но в целом стараемся не чаще, чем дышим это делать Обычно открытое положение, когда грудь вверх Удобно сочетается с вдохом Более закрытое с выдохом Может быть у вас это происходит наоборот Когда вам хочется вдохнуть в спину В закрытой позе И, например, также выдохнуть в спину В открытой позе В любом случае слушайте скорее Именно своего тела Вот эта практика слушания тела Очень поможет Потому что вы легче будете чувствовать В какой позе вам хочется, например, прожить схватку Или в какой позе вам хочется отдохнуть между схватками С вами нужно будет К кому-то обращаться за помощью Чтобы вас направили Вы будете сами чувствовать Как нужно себя расположить в пространстве Чтобы сэкономить силы Максимально расслабиться Если хочется, останьтесь в открытом положении В скрутке Или продолжите в динамике Еще несколько движений Возвращаемся И делаем несколько прокатывающих Таких круговых движений Верхней рукой Вытяжение Плюс скручивание Тяжелая рука Возвращается к тазу Проволакиваем ее по полу За головой И за спиной И остаемся В положении Лежа на боку Положите более удобно руки Прикройте глаза Представьте, как весь вес тела Стекает в нижнюю его половину Утяжеляя нижнюю руку И нижнюю ногу Утяжеляя таз Грудную клетку Голову Верхняя половина пустая Легкая И вес тела расслабляет вас Как будто вы давите Сами на себя Еще несколько дыханий Делаем в этом положении Любым удобным образом Приподнимаемся Лучше всего Помочь себе Верхней рукой Оттолкнуться Приподнимаемся Выходим В положение Сидя И затем Из этого положения Уже возвращаемся В кошку В кошке Снова покачайте Таз Колени Шире Таза Любые Приятные Движения И также Выполним Скрутку Из кошки Кролик Вы ныряете Одной рукой Под другую Опускаете На центр Коврика Плечевой Сустав И боковой Поверхность Головы Второй рукой Можно помочь Себе Зафиксировать Положение Оставив ее Торчать Локтем Вверх Или положить Предплечье Рядом С головой И остаемся Здесь На несколько Дыханий Расслабляем Спину Раскручиваемся И также Другая Сторона Ныряем Рукой Под руку Плечевой Сустав Височная Кость Остаемся В этом Положении Дышим Раскручиваемся В кошке Одну ногу Выводим Вперед Сейчас я покажу Вперед Мы доводим До линии рук И если вы понимаете Что в этом положении Вам приходится Скруглять Спину Потому что Не хватает В ресурсов Нет Движение Движение Делаем Не для того Чтобы его Сделать А как будто Вы ищете Наибольшее Пространство Внутри Таза Через это Движение Движение Становится Плоскости Движение Движение На стопы Куда она направлена И завершаем Немного назад Опускаемся На локти Снова Сверху На руки Голова Расслабляемся Отдыхаем Расслабьте Область Между Лопаток И снова Движение Тазом Мягкие Покачивания И мы будем С вами Вставать Вставание Начинается Движение Расслабляем 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 Через Покачивая Через пружины Тяжелая Расслабляем 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 Опускаем руки вниз. Снова потрясите ногами. Сделайте несколько вращений плечами назад. И также собираем рамочку. Складываем ладони на локтях и из положения стоя несколько раз также тянемся руками вперед. На присогнутых коленях вы выталкиваете руки вперед и затем колени долго упрямляются. Рамочку поднимаем вниз. С очередным движением закиньте руки за голову. Делаем вдох. Вытягиваемся руками. Опускаем руки вниз. Стопы шире таза. Колени присгибаем. Любые движения тазом. Расслабляем таз, поясницу. И мы будем с вами опускаться вниз. Для этого мы снова движение превращаем в финальную точку собаки. Мордой вниз. Призгибаем колени. С длинной спиной уходим тазом назад. Стопы шире таза. Руками скользуем по бедрам. И опускаемся на руки. Опускаем на пол колени. И остаемся либо в кошке на локтях отдыхаем. Либо сажаем таз на пятки. Голова на руки или на какое-то возвышение на подушку. Можно одеяло положить между пятками и тазом. То есть любое положение, в котором вам будет комфортно. И на несколько циклов дыхания здесь остаемся. Колени шире таза, чтобы поместился живот. Дышим. Расслабляемся. Подышите в спину. Расслабьте пространство почек, поясницу. Расслабьте крестец. Расслабьте крестец. Приподнимаем голову. Приподнимаем корпус. И располагаемся в любое удобное положение сидя. Вы можете сесть со скрещенными ногами на подушку. Можно сесть на кирпич. Легко положить его между ног, так чтобы вам в течение следующих нескольких минут было удобно сидеть. Можно облокотиться на какую-то спинку. Можно облокотиться... Можно облокотиться на стену. И так же можно вытянуть при желании, например, одну ногу. И останьтесь в положении сидя. Ладонями вверх или вниз, как вам удобно. Прикройте глаза. Если вы почувствуете, что устаете в положении сидя, можно вернуться в кошку или даже лечь. Мы будем больше сейчас с вами заниматься дыхательными практиками. Тазовым дном, расслаблением. Поэтому можно выбрать другую позу, если хотите. И перенесите внимание на ощущения тазового. Вы знаете, как ощущается дыхание грудной клеткой и животом. И попробуйте такое же ощущение воспроизвести в пространстве таза. Как будто вы дышите тазом. Дышите крестцом, подвздошными костями. Дышите низом живота, промежностью. И позвольте выдоху стекать в промежность. Как будто вы вдыхаете носом и выдыхаете. Направляя выдох строго в нос. И для того, чтобы усилить эти ощущения и растянуть выдох, мы складываем трубочку губы и выдыхаем ртом. Вдох носом, выдох ртом. Но ощущение, что выдыхаем через промежность. Продолжение следует... Почувствуйте, как на выдохе слегка подтягивается живот. И это ощущение подтянутого живота создает еще больше расслабления в области таза. И добавляем к этому ощущению расслабления небольшое сокращение промежности на вдохе. На каждом вдохе слегка подтягиваем вверх в сторону макушки, анус и влагалище. Как будто вы хотите сжать это пространство и потянуть вверх внутрь тела. На выдохе расслабляем. И стадию и напряжения, и расслабления растягиваем на длину вдоха и выдоха. Плавный вдох сокращения и плавный выдох расслабляемся. Выдыхаем по-прежнему ртом. Вдох. 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 разогреваем ладони пойдем ладони на прикрытые глаза согреваем все пространство вокруг глаз оставьте глаза прикрытыми опускаем руки продолжаем наблюдать пространство ума и тела запоминаем ощущение расслабления всем телом заметьте что изменилось в ощущениях тела как изменилось ощущение пространства границ возможно даже изменился тонус мышц на лице ушло напряжение между брови из уголков глаз из уголков рта далее мы переходим к перевернутым позам капариты карани мудрые у стены или вы можете положить голени на диван или на стул оптимально перевернутой позе положить под таз и под поясницу возвышения которые будут поддерживать и крестец и поясницу то есть если у вас есть большие подушки или пледы когда вы в перевернутой пледе находитесь идеально чтобы на поддержке был и крестец и поясница мы можем с вами делать со стеной я сейчас это покажу либо вы подкладываете возвышение под таз в полности если вы например находитесь в комнате в которой нет свободных вертикальных поверхностей можете перевернувшись на бок лечь на спину затем приподнять таз и под крестец желательно под поясницу тоже положить какое-то возвышение но лучше даже выше чем у меня и ноги вы кладете на еще какое-то дополнительное возвышение может быть на спинку стула или на диван на что-то если ничего перечисленного нет вы оставляете стопы на полу если вы ложитесь перевернутую позу к стене к стене нужно пододвинуться и затем перевернуться на бок и закинуть ноги на стену и под таз подкладываем подушки одеяло если возвышение у вас не очень большой площади расположите его где-то между крестцом и поясницей смысл в том чтобы поясница не проваливалась и не висела вниз и нам нужно расположить ноги выше таза таз выше области сердца если есть волстер волстер идеально подходит и положение рук тоже может быть удобно любое либо на ребрах под грудью на животе либо по бокам от тела так чтобы в потолок были направлены ладони а сами кисти в сторону макушки и локти можно согнуть ноги лучше не держать так чтобы вы позвольте им распадаться если вы держите ноги они напрягаются да у вас устанет скорее всего таз устанет поясница поэтому просто развалите ноги расстояние между тазом и стеной может быть на небольшое то есть не нужно прямо вплотную тыкаться тазом стену это скорее всего будет ну во первых сложно на поздних сроках а на небольших сроках будет давать дополнительное напряжение вниз живота поэтому небольшое расстояние между тазом и стеной отстраиваем и остаемся в этом положении вы можете прикрыть глаза и сделаем несколько движений стопами на себя и от себя почувствуйте небольшое напряжение в мышцах ног и несколько раз сжимаем и разжимаем пальцы хорошо сжимаем и хорошо растопыриваем останавливаемся ноги разваливаем возможно ноги слегка устали но вы почувствуете сейчас такое ощущение опустошения ног и для того чтобы лучше опустошить вены больше разгрузить венозное русло нам понадобится полноценный вдох в течение нескольких следующих минут мы стараемся вдыхать может быть не слишком глубоко но чуть более акцентированный вдох чем когда мы на него не обращаем внимание полноценно вдыхаем и с мягким выдохом расслабляем все тело шею, костец, поясницу вдохом словно подсасываем венозную кровь к сердцу и с выдохом расслабляемся расслабьте внутреннюю поверхность бедер расслабьте икроножные мышцы расслабьте крестец ягодицы с веществом поддумаю чувствуйте, как ваши глаза изнутри давят на затылок как будто надавливая на дно глазницы как будто надавливая на дно глазницы Освободите от напряжения область плеч, воротниковую зону, лопатки. Позволяйте вдохом быть более просторными, более качественными. Продолжение следует... 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 И когда вы закрыли глаза, еще раз поедитесь вниманием по позе, убедитесь, что она удобная, вам комфортно и вам не захочется ее менять. Вам не захочется двигать руками и ногами. И вы можете почувствовать тело очень тяжелым. Вы погружаете внимание в тело, словно уходя под кожу. Под кожей расслабляете все мышцы, расслабляете кости, суставы. Позволяете телу растекаться, плавиться. Отпускаете накопленное напряжение. Вы чувствуете, как тело всем своим весом давит на опору, на поверхность пола. Уходит выражение с лица. Плавятся мышцы спины. Вы чувствуете, как все тело заполняется теплом. Успокаивается дыхание. Позвольте дыханию стать менее заметным. Редким. Спокойным. Редким. Спокойным. Расслабляем. Расслабьте мышцы вокруг глаз, веки. и все лицо, расслабляется затылок, кожа под волосами, плавятся щеки, лоб, виски, расслаблена шея, горло, трапециевидные мышцы, плечевые суставы тяжелые, утяжеляем руки, расслабляем руки до кончиков пальцев, расслабляем большие пальцы, указательные, средние, безымянные, мизинцы, все пальцы вместе. Расслабьте грудную клетку, ребра, лопатки. Согревается пространство живота, распускаем поясницу и крестец. Расслабьте ягодицы, позабедренные суставы. Становятся тяжелыми бедра, согреваются колени, волени, ноги, стопы, пальцы, ноги. полностью. Все тело тяжелое, теплое, мягкое. Вы погружаетесь в покое, тишину ума, успокаиваются мысли в голове. Не хочется думать, не хочется двигаться. Ваше тело полностью расслаблено. И еще на какое-то время останьтесь в этом положении, шавасани. Ваше тело голове.